Спасибо за теплый прием. В свою очередь хочу сегодня поздравить всех присутствующих с профессиональным праздником. Здесь собрались те, кто своим трудом, своим отношением, своим участием занимается решением проблем в очень чувствительной, очень знаковой для каждого региона страны и для Подмосковья особенности задачи. Ремонт, строительство дорог, развитие инфраструктуры – все это является определяющим и в качестве жизни человека, и в развитии экономики. Хорошо известно, что общая протяженность дорог в Московской области составляет порядка 40 тысяч километров. И за всеми этими дорогами нужен профессиональный уход, профессиональный ремонт, и все эти дороги нужно эту сеть расширять. Мы каждый год регулярно выделяем большие средства для того, чтобы дороги содержать в надлежащем виде. И знаем, что полторы тысячи километров каждый год мы ремонтируем. Но я хочу обратить внимание, что с этого года мы обращаем больше внимания не на количество километров, это важно, а на качество ремонта, который производят подрядные организации и все службы. Для нас стратегически важно, чтобы каждая копейка муниципального, регионального и федерального бюджета, вложенная и инвестированная в дороги, давала высокую самоотдачу. Я очень рассчитываю, что с приходом нового руководства в дорожную сферу мы будем видеть кардинально другое качество ремонта дорог. Еще одна тема, которую мы реализуем в рамках указа президента, это снижение дорожно-транспортных происшествий. Смерти на дорогах, мы знаем, еще несколько лет назад были зашкаливающими. 22-23 жертвы на 100 тысяч населения. С прошлого, 2015 года и в этом году, нам удалось впервые в истории обеспечить снижение. Мы идем темпом порядка 18-19 процентов снижения от дорожно-транспортных происшествий. И в этом большая роль, большая заслуга работников дорожного хозяйства, дорожной сферы. Потому что очаги аварийности, неосвещенные трассы, опасные участки на дорогах, именно они являются очень часто причиной смерти и травм для людей. Зная, что главное управление дорожного хозяйства ведет большую, адресную, предметную, проектную, как сейчас говорят, работу по устранению этих потенциально опасных участков. Особенно я хотел бы отметить президентскую программу, связанную со строительством инфраструктурных объектов, а именно переездов, путепроводов. Мы с вами хорошо знаем, как чувствует себя человек, который или при поездке на отдых, на работу, пожарная машина, скорая машина, как все это спотыкалось от закрытой шлагбаума. Интенсивность железнодорожного сообщения в Московской области регулярно растет. И мы увидели, что, по сути, на ряде направлений создался коллапс. Благодаря президентской программе строительства путепроводов нам удалось, по сути, реализовать программу по строительству 22 объектов. Стратегически важное направление. Я очень рассчитываю, что службы в срок сдадут все оставшиеся объекты, и мы сможем решить эту задачу достойно. Отдельно хочу поблагодарить тех, кто участвовал в проекте «Южный обход Подольска». Большая дорога, 15-миллиардная, примерно такой же протяженностью 15 километров, которую мы делали вместе со спецстроем, в этом году завершена. Тоже считаю этот объект знаковым, и тоже хочу обратить на это внимание. Еще одна тема, которую хотел озвучить здесь, в кругу людей, которые профессионально и добросовестно занимаются наведением порядка на дорогах, это система добродел. С этого года мы особое внимание уделяем обращениям людей, которые поступают из разных городов Подмосковья, для того, чтобы работать адресно. Не просто процесс, а результат. Я очень рассчитываю, что Главное управление дорожного хозяйства во главе с Игорь Борисовичем Тресковым все-таки чем дальше, тем больше научится эту проблему решать профессионально. Это имеет в виду оперативное реагирование. Ну и, конечно, наше ноу-хау, мы единственная территория, которая претендует на то, что каждая яма в Подмосковье будет оцифрована. И впоследствии за асфальтирование будет наведен порядок. Я реально верю, что эта программа, такой подход даст очень заметные и впечатляющие результаты. И избирательная кампания, которая позволила нам провести встречи в тысячах и тысячах дворах, городах, в различных форматах, говорит о том, что дороги кардинально меняются. Если раньше Серпухов это была просто зияющая дыра, как пример, сегодня ситуация после дорожного сезона, она кардинально изменилась. Я очень рассчитываю, что такие прорывы мы сможем обеспечить во всех, без исключения, городах Подмосковья. Еще раз хочу поблагодарить всех, кто присутствует здесь, всех, кто участвует в очень важной работе, непростой, сложной работе. Я уверен, что нацеленность на результат, понимание задач и просто добросовестное профессиональное отношение даст великолепные результаты. Успехов, здоровья и энергии. Прошу перейти к награждению. Поздравляю. Спасибо за такое направление. Почетное звание. Заслуженный работник дорожного хозяйства Московской области присваивается Батьярову Камилю Граиновичу. Владителю грузомашнего грузопассажирского оборудования Нагинский Афану. АПЛОДИСМЕНТЫ Киснецкий район. АПЛОДИСМЕНТЫ Киснецкий район. Горяеву Алексею Николаевичу. АПЛОДИСМЕНТЫ Почетное звание призваивается Егорову Сергею Михайловичу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Машинистом из детского филиала Московского областного дорожного центра Акимову Игоря Египовичу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я рад, что меня заметили и оценили. То есть спасибо. Поздравляю всех с праздником. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Почетное звание заслуженный работник призваивается Египову Евгению Владимировичу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дорожный рабочий Серебринокрутский автодор. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мастером Андреем Юрьевичем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Благодарность губернатора Московской области объявляется матину Александру Юрьевичу. Луховицкий автодор. Как я понял, начальников мы особо сегодня не увидели. Это очень показательно, и я солидарен с таким подходом. Рассчитываю, что каждый следующий праздник мы будем находить возможность в том числе отмечать руководителей. У нас непростая ситуация в дорожной сфере была в этом году, и я вам хочу такую историю короткую рассказать. Мы были вызваны на ковер по счетную палату Российской Федерации по итогам проверки работы дорожных служб. И, соответственно, там были ряд серьезных нарушений. Были и достижения, но были и нарушения серьезные. И нас вызвали на ковер, и мы держали ответ, обосновывали, объясняли, в чем те или иные отклонения, почему это удалось, а это до сих пор не удалось. И затем, после отчета, учитывая то, что большое количество жителей Подмосковья, в том числе и в счетной палате, работают, нам начали задавать различные вопросы. Вот как вы ремонтируете дороги, когда будет меняться ситуация, с переездами, с тем или иным, с той или иной развязкой. И, в общем, это уже была такая больше профессиональная беседа. И в завершение я говорю, вот, знаете, у нас в этом году еще одно такое ноу-хау, открытие. Мы оцифровали все ямы в Подмосковье. Теперь мы претендуем на то, что, ну, практически, не абсолютно, но практически, в большинстве городов, дворов мы знаем точные координаты ямы и, соответственно, план по асфальтированию, по ликвидации того, что беспокоит людей. Игорь, у нас уже есть положительные примеры. Я говорю, я понимаю, что сейчас вызовут шквал или, может быть, какие-то отдельные эмоции, но, например, в городе Химки у нас нет больше ям. Ну, естественно, да. Аплодисментов, на самом деле, аплодисментов не было, и это тоже понятно. Была реплика из-за спины «Перестаньте рассказывать нам сказки». И тогда я попросил Игоря Борисовича взять человека, которому мы рассказывали якобы сказки, потому что для нас это был вопрос принципа. Есть место, где можно смеяться, есть место, где можно отдохнуть, а то, о чем мы говорим, это все очень серьезно. Понятно, что абсолютное совершенство в нашей жизни недостижимо, но мы пригласили этого жителя города, также работника счетной палаты, в городе Химки. И, соответственно, руководитель посадил свою машину, и они поехали по тем адресам, где, в общем-то, работница хотела показать ям. Ям не нашли. Это не значит, что в Химках абсолютно нет ям. Это значит, что мы оседлали проблему. Это значит, что мы претендуем на то, что учимся работать профессионально, и претендуем на то, что кардинально сможем изменить ситуацию. Я очень рассчитываю, что каждый год мы с вами можем констатировать вот это поступательное, очень важное движение вперед. Я еще раз хочу поблагодарить всех людей, профессионалов, работников, всех звеньев за то, что вы воспринимаете ту идеологию и те требования, которые мы сегодня предъявляем. Человек так устроен, что первое, все новое он отторгает. Даже самое прогрессивное, самое лучшее, человек так устроен. Нет, я к этому привык, не надо. Но я очень рассчитываю, что вот эти современные подходы, проектные подходы, автоматизация позволят нам сделать так, что дороги в Подмосковье будут радовать и дачников, и жителей, и приезжих, всех без исключения. Я хочу еще раз вас поблагодарить, пожелать здоровья, всего самого-самого доброго. Работаем дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова